Приветствую вас, Павел. Вопрос вы свой задали достаточно давно, вот, но до сих пор он как бы нерешённый, вот, поэтому я так думаю, что ответы вам не понравились. Скорее всего, либо вы бы считали, что они недостаточно скрывают суд вашего вопроса, а точнее ряда вопросов, которые вы задаёте. Вот, я не уверен, что мой ответ вам придётся по душе, но, тем не менее, давайте разберём ваш вопрос. Год назад расстались с девочкой, если вы. Единственное, надо сразу сказать, что расставание довольно драматичная история, довольно драматичная ситуация, и чем дольше люди находятся вместе, тем сложнее бывает расстаться. Вот, даже если обе партнёра там объективно понимают, что как бы всё отношения себя изжили, и, в общем-то, дальше нет никаких перспектив. Вот, просто привычки, просто какой-то образ жизни, всё это достаточно тяжело человеку перестроить порно в реальности, порно в реальности, точнее. вот, поэтому... Поэтому... Расставание само по себе уже проблема. Это первое. Второе. Вы пишите... А, да! Как вы его у вас приняли? А-а-а... В отношениях были 5 лет. Были ссоры и приятные моменты. В общем, всё как у всех. Ну, нет, Павел, здесь у вас уже заблуждение, потому что, да, может быть, чисто с внешней стороны много людей ссорятся, много людей, в общем-то, переживают какие-то приятные моменты, с этим не поспоришь. Вот. Но! Но! Есть важная деталь. А именно, что ссоры всегда бывают из-за чего-то. Если ссора повторяется, то, само по себе, ссора, она нормальна. Ну, нормальна. Потому что люди могут не отдавать себе отсчёт без общения с специалистом и без соответствующих навыков. Люди могут не отдавать себе отсчёт в том, например, что им что-то не нравится, что их кто-то не устраивает, да? Вот. Это копится-копится. Копится, в итоге это вот выливается в какой-то конфликт. Причём для человека порой даже самого неосчитанность. Человек вот говорит, как так вот? Как я? Вот как это произошло? Почему я ссорился, да? То есть, я не был пьян, там, ничего, не был расстроен, всё было нормально. Просто начался спор и это всё вылилось вот в скандал. И человек сам вот недоумевает, да? Вот почему? Почему так? Почему? Откуда у меня это взялось? Я же никогда, допустим, там, не ссорился по этой теме и вообще не ссорился. А вдруг раз и начал это делать. Вот. Без соответствующих навыков это происходит и происходит. Это нормально. Здесь вы правы. Но ссоры. Повторяющиеся говорят о том, что это у человека проблема. Я не скажу, что это патология, но это проблема. Поэтому здесь вы, как бы, вот видите, уходите от ответственности, говоря, что, ну, ссоры, да, были. Ну, да, ну, ссорились, как все. То есть, как все, это вот ответственность. Все ссорятся и мы ссоримся, а чего нет. Все ссорятся и я ссорюсь, а почему нет, да? И вроде бы как, как, вроде бы как уже взяли и объяснили, да, Павел, почему вы ссоритесь? Хотя на самом деле вот есть причины, вот есть совершенно конкретные причины. Вот некоторые причины лежат в вашем гендерном поведении, в вашем выборе девушки, в вашем поведении, когда вы с ней только познакомились и начали встречаться. Некоторые причины лежат в том, какую модель семьи и модель мужского поведения вы продвигаете, какую модель вы продвигаете, вот. И некоторые причины кроются в вашей личности, собственно, в ваших личных установках, убеждениях, конфликтах и противоречиях. Вот. Которые можно и нужно искать и разрешать. Потому что, ну, сами понимаете, одна ссора, это нормально, но из нее нужно делать какие-то выводы, да, если вот вы миритесь после ссоры, то он увидел что-то решать. Если ничего не решается, ссора повторится. Если ссора повторяется, значит, люди для себя в этой ссоре уже что-то находят. Сознается вторичная выгода, по большому счету. Вот. Поэтому, не как у всех. Вот здесь я делаю такой, вот такой комментарий, что вы здесь склонны перекладывать соответственность на другим. И скорее всего склонны ставить себя другим. Как у всех. Вот. То есть получается, что вы здесь описываете не свою историю, да, а историю вот всех людей. Ну, так. Знаете. Вот. То есть вот такая вот, вот такой нам. Дальше. Год уже выясняем отношения. И все. Ну, все я могу сказать в данном, в данном контексте. Опять же, проблема с ответственностью, потому что год выясняем, это проблема ответственности, в первую очередь. То есть, что значит выясняем, вы выясняете отношения. Вы. Вы делаете свой вклад в выяснение отношений. И вопрос заключается в том, какой вы вносите в этот вклад. Как осуществляется процесс выяснения отношений с вашей стороны. С вашей позиции, если угодно. И так далее. Понимаете. Понимаете. Дальше. Сначала общаемся нормально, потом начинаем спорить. Ну, здесь в принципе то же самое. Да, то есть мы, мы. Нет разделения на я и ты. Это проблема. То есть здесь правильно было бы сказать так. Сначала я общаюсь с ней нормально, потом либо я, либо она начинает настаивать и либо я, либо она включается в этот самый вот процесс настаивания. То есть вот начинает спорить. Вот. Ну, и опять же нужно исследовать, а как это происходит. То есть такое ощущение, да, что вы начинаете спорить, ну, вообще сами без себя. Это все происходит само, без вашего участия. И такое ощущение, что не вы выбираете спорить, да, или не спорить, а вот вас кто-то заставляет спорить. Ну, это же несерьезно. Понимаете, да. Вот. Поэтому здесь идет полная, полная вообще вот, ааа, оторванность вот осознавания. Осознавание о своих действиях. На крайней мере вот в том, что вы пишете. Дальше. Говорит, что есть чувства, но отношения вот умолять не хочет. Говорит, пусти все на самотек. Ну, это, опять же, это право, девушка. Дальше. Не могу отпустить человека, постоянно думаю о ней. Думаю, что опять начнем быть вместе. Ну, здесь вы говорите про... Что вы здесь говорите? Про свои желания вы говорите. Про то, что вам хочется вы говорите. Про то, что вам нужно вы говорите. Про свои потребности вы говорите. Понимаете? То есть вы не говорите здесь про то, что вы хотите сделать девушку счастливой. Вы говорите про то, что нужно вам. Вы говорите, я не могу отпустить человека. То есть я не могу отпустить то, что мне что-то дает. Грубо говоря, я не могу переместить своё внимание, я не хочу, я не могу переместить своё внимание с этого источника удовлетворения своих потребностей на другой источник удовлетворения своих потребностей, потому что считаю, что именно через этот источник удовлетворения своих потребностей я должен удовлетворять свои потребности. Вот и всё. То есть, по большому счёту, это очень эгоистическая позиция. но эгоистическое здесь не в негативном смысле. Не в негативном смысле. Эгоизм, это хорошо. Хорошо, что вы поступаете эгоистично, но не через кого-то, не через другого. Для эгоизма не нужен посредник. Понимаете, если у эгоизма есть посредник, это уже не эгоизм, это уже зависит от того, что у вас получается. Под плюс вы говорите, что постоянно не думать, это навязчивый мысль. Ну, в той или иной степени это навязчивость. А у навязчивости опять же, опять же, есть свои причины. То есть, знаете, некие желания, вот некий конфликт потребностей, и вот как-то так. Дальше. Значит, думаю, что опять начнем быть вместе. Зачем? А тут, видите, вы не говорите, для нее что-то сделать, да? Вы опять вместе, вот вместе. То есть, ну, здесь, возможно, лечь идет о том, что у вас есть какие-то проблемы с личными границами. Расстались из-за моих поступков, из-за того, что несерьезно относился к человеку. Ну, смотрите, здесь вы из границ в границ, да, бросаетесь. То есть, расстались из-за моих поступков, из-за того, что несерьезно относился к человеку. Ну, это несколько не так, потому что, видите ли, ваши поступки, они, я уверен, были системными, и я уверен, что некоторые поступки вы совершали, потому что хотели этого. И, в общем-то, девушка снова и снова выбирала с вами быть, несмотря на то, что вы поступали каким-то образом, несмотря на то, что вы несерьезно относились к ней, она все равно выбирала быть с вами, это ее выбор. И за этот выбор она также несерьезно ответственность, и вы, на самом деле, обвиняете себя, когда говорите, что расстались из-за моих поступков, из-за того, что я несерьезно относился к человеку. Понимаете? Вот, вы себя обвиняете. Вот, мнение, это также, также родом из детства, это что-то про стыд, это что-то про, вот, сверхзначимость для вас отношений, вот, и, возможно, опять же, про те же личные границы, я полагаю, что не просто так, вы вели себя подобным образом, по большому счету, отталкивая себя девушку, да, но вы боитесь, боитесь все-таки эмоциональной близости с человеком. Вообще, одна из самых, таких вот, распространенных проявлений, одно из самых распространенных проявлений страха близости, это, как раз таки, несерьезное отношение к человеку. То есть, вот, если я несерьезно отношусь к человеку, ну, значит, его не занимаюсь серьезно, наши отношения не занимаюсь серьезом, значит, это вот, что-то такое, чего, что вообще ничего не значит. Да, а если это ничего не значит, то, ну, о чем можно говорить, да. Вот, то есть, так люди избегают боли. Ну, проблема в том, что боль-то они издвигают, но причины-то боли остаются все равно, и чем дальше избегают боли, тем, как бы, боли далеко уходят от самих себя, к сожалению. Дальше, значит, то есть здесь не только ваши ответы. Смотрите, следующий момент. Вы говорите, что он несерьезный, к ней относились. Что изменилось сейчас, что вы стали к ней серьезно относиться? Ну, вот давайте по-честному. Что изменилось? То, что она не с вами, то, что вы хотите быть с ней, ну, да, какое-то время, если она, главное, вернется, вы будете относиться к ней серьезно. Что потом? Ну, что потом? Вот что изменилось? Что изменилось? Что изменилось? Такого, что вы стали с ней серьезно относиться? Самое главное, что она с вами начала строить отношения, вероятно, именно потому, что вы к ней не серьезно относились. И насколько аутентичными для вас, то есть самобытными, импульсивными, были бы те поступки, за которые вы себя сейчас видите. Вот вероятно, что она с вами была из-за этих поступков, которые одновременно ее и привлекали, и в то же время отталкивали. Просто со временем она поняла, что это больше ее отталкивает. И если вы поменяетесь, это не сделает вас более привлекательным именно для нее. Понимаете? Ну, это вот, знаете как, это вот, какой пример привести? Вот, когда, допустим, девочка влюбляется в такого парня, который пользуется вниманием у женщин. Да, пользуется успехом у женщин. Вот, она в нее влюбляется, в общем, она его сейчас, и вот он такой красивый, вот он такой, вот такой, 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 да? Такой, что там ничего не боится, храбрый, сильный, там, ну, в общем, все-все-все, она все вот это вот про него говорит. Вот. И, а когда она начинает с ним встречаться, все эти качества мужчин, они оборачиваются против нее. Да, потому что именно благодаря этим качествам, которые ее восхищали, мужчины начинают причинять ей боль. Вот. И если такой мужчина меняется, исчезает и тот человек, которого она влюбилась. Ну, мы здесь говорим про эротическую любовь, как правило, то есть это вот характер, взаимодействие с характером. Человек. Вот. Дальше. Значит, поэтому вот очень важно понять, как конкретно вы будете, вы теперь ее воспринимаете. Как вы ее видите? В общем, мне лично сложно назвать серьезным отношение к человеку, когда, по сути, игнорируется его позиция. То есть вот вы пишите, что, ну, что постоянно вот, как бы, начинаете общение, да, постоянно начинаете общение, оно с вами сухо общается. То есть, по сути, вы, ну, не воспринимаете всерьез ее решение с вами не общаться и не иметь отношения. Цепляясь за то, что у нее есть чувство, пусть и не сильное, вы, опять же, игнорируете ее выбор, выбор быть не с вами. Подскажите мне, пожалуйста, как проявляется то, что вы серьезно стали к ней относиться? Как проявляется то, что вы стали ее уважать? Невозможно уважать человека, не уважая его выбор. Вы ее выбор не уважаете? Что-то потому, что, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Опять же, много разговоры, переливание порочни, да. Когда говорю, что такого не будет, а говорить, что больше не верит и не доверяет. Ну, вообще-то говоря, это справедливо, потому что нужно не говорить, а делать, нужно демонстрировать. Вот, а здесь есть такой, ну, такой важный элемент, на мой взгляд, как фон, фон поступков, потому что, вот, если вы, ну, поступали, вот, каким-то образом, да, раньше, то у этого есть свой бэграунд. То есть вы почему-то так поступали, вам хотелось так поступать, вот, и прочее. И, понимаете, чтобы продемонстрировать девочке, что вы изменились, не обязательно поступать по отношению к ней по-другому. Я вам даже больше скажу, что, я вам даже могу больше сказать, да, что поступая к девушке по-другому, вы скорее вызываете у нее определенные, вот, ну, определенные, определенные подозрения. Понимаете? Какая штука? Вот. Потому что она думает, что вы, ну, специально по отношению к ней ведете себя, ну, вот, как-то иначе. Вот. И это очень важный момент. На самом деле. Вот. Это очень важно, что там. Поэтому, не надо говорить, да, нужно, что-то делать. И делать не для нее, не для нее. Я немного остыл, перестал прополнять, до встречи вернусь к человеку. И сейчас нужно периодически переписываться. Во чем? Во чем вы переписываете? Во-первых. Вообще нет, заходит, как будто из-под толки общается со мной. Ну, так, да, Павел, она не хочет с вами общаться. Она не хочет общаться с вами. Это правда. Павел, я... Вот. Я не очень понимаю, на самом деле. Здесь, эм... Эм... Ну, вашу... Вашу... Позицию. Вот. Понимаете? То есть, эм... То есть, эм... Момент здесь, эм... Вот именно такой, что она не хочет с вами общаться. Она сказала, что не хочет. А вы, эм... Ну, продолжаете наставить на общение. И удивляетесь, что она... Она общается с вами... Эм... Эм... Из-под толки. Ну... Ну, на мой взгляд, эм... Здесь все более, чем... Эм... Очевидно. На мой взгляд. Дальше. Эм... Все про общение всегда я. То есть, если я не писал, ты не общались бы вовсе. Ну, опять же, это нормально. Это нормально, что вы больше бы и не общались, потому что она не хочет с вами общаться. Вот, к чему вы это пишите, не очень понятно. Эм... Дальше. Не могу понять. Она считает меня просто другом? Нет. Она считает вас, эээ... Своим знакомым, с которым у неё ещё что-то есть. Эм... Вопрос к экспертам. Эм... Можно ли такой статус вернуть человека? Доказать, что другой человек... Другой человек... Со мне можно доверять. Эм... Вернуть человека можно, в теории. Но... Эм... Доказать, что вы другой, нет. Потому что вы другим не станете. Вы можете измениться только совсем чуть-чуть. Поэтому... Эм... Поэтому... Эм... Не тешьте... Эм... Не тешьте... Эм... Себя иллюзиями. Эм... Эм... Вот как бы, ну... Эм... Относительно этого. Вы не сможете измениться на сто процентов. Эм... Это невозможно. Это... Ну... Это... Ну... Это... Это нереально. Вот. Поэтому... Эм... Поэтому... Эм... 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 Ситуация вот такая. То есть вы... Эм... Вы заранее, да, вы... Заведомо... Эм... Ставите... Эм... Эм... По факту, да, невыполнимую задачу. Заведомо. Дальше... Эм... Значит... Эм... Можно ли заново влюбить человека в себя? Да. А зачем? Зачем себя влюблять в человека? Понимаете? Если вы... Эм... Хотите... Эм... Если вы хотите... Эм... Вот... Эм... Человека... Эм... Себя влюбить, да, то насколько искренне вы относитесь... Эм... Собственно говоря, к... Эм... Ему... То есть вы это делаете... Судя по всему... Больше для себя... А не для... Нее... И вопрос заключается в том... Такая... Минуточку... 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 А... Чего вы хотите? Понимаете? Вот, минуточку, а что вам нужно, да, минуточку, а в чём вы нуждаетесь, да, минуточку, а удовлетворены ли вы сами сами по себе, да, т.е. как бы вы хотите быть в отношениях будучи удовлетворённым, но по сути это породит только ещё один виток зависимости и ссор, вероятно, потому что ссоры, очевидно, были из-за этого, из-за того, что вы не удовлетворены, и если вы сейчас девушку сможете вернуть, то ещё раз уйдя от вас, она уже не вернётся к вам, скорее всего, точно, вот, понимаете, какая штука. Поэтому это очень важно понимать. Дальше, значит, так, как повести себя в данной ситуации? Для себя не концентрироваться на девушке. Действительно, пусть всё на замотёк, ну, вы уже пустили на замотёк, у вас нет выбора. Давайте отдохнуть в девушке, потому что до последних год припали нервы друг другу прилично, но опять же, да, опять же вы говорите мы. Кто такие мы? Мы нет, или в течение этого, или забить. Вы не сможете забить, потому что ваша неудовлетворённость, она будет давать о себе знать. Ну, потому что я так хочу, потому что не имеет смысла. Ну, и хочу, и смысл, это немножко не про вашу ситуацию. Спросил у неё, хотел ли, чтобы она была вместитель в течение этого года. Ответил я, да, сейчас настроение категориста нет, и всё. Ну, потому что это выяснение отношений, понимаете, это выяснение отношений, ну, не сами, не сами отношения по себе. Понимаете? Такая штука. То есть, это не отношения, когда, когда вы пытаетесь спрашивать у девушки, так, а хотела бы она быть со мной. То есть, это, по сути, это отхождение отношений, это выяснение отношений. И это проблема, это проблема для вас, по-моему, что витратить энергию не на то. А девочка чувствует себя, ну, совсем по-другому. Вот. Дальше. Сказал сто раз не может, у неё есть чувства не такие, как были, но есть, я за это цепляю, а почему за это цепляю. Ну, вот, эээ, всерьез, почему вы за это цепляете. Как вас это цепляет, опять же, эээ, ну вот, вопрос. Как вас это цепляет? На мой На мой взгляд, это то, что нужно рассмотреть, на мой взгляд, это то, что нужно разобрать вам. Понимаете? Какая штука, какая штука. На мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд. Мне так видят. Мне так видят эта история. Дальше. Подскажите, что делать? Ну, подсказал. Я тоже, наверное, знаю, что хочу быть с этим человеком и не оступлюсь больше, но не могу понять, как хочет ли она. Ну, в общем и целом, вы описываете, к сожалению, вы описываете именно такие вот, я бы сказал, созависимые отношения. Вот, к моему большому сожалению. Вот, вы описываете созависимые отношения, в которых вы, ну вот, вы в большей степени нуждаетесь. Вот, вы описываете созависимые отношения, при которых вы без чего-то не можете находиться. Девушка на вас имеет значение, ну, больше, чем она, ну, должна иметь, скажем так, в норме. Вот. Поэтому, я думаю, что, в первую очередь, вам, ну, имеет смысл разобраться, вот, как-то, в себе, да. Вот. В первую очередь, имеет смысл вам разобраться в себе, в первую очередь, как-то, понятно. Так, а, чего же я, все-таки, хочу-то, да. Вот. Что мне, собственно, нужно, вообще. В чем я-то нуждаюсь. Вот. А, и, дальше уже, я думаю, можно будет куда-то двигаться. Но дальше, вот, вам можно будет уже двигаться, ну, в каком-то направлении. Вот. Вот. Я думаю, я думаю, так. Я думаю, так. Вот. Сейчас, просто, если, если даже, если даже, если даже, вы девушку вернете, да, то вот она от вас, допустим, уйдет, да, вот, что... Как бы, обратно вы ее уже не вернете, точно. Вот. И я не думаю, что вам, ну, это вот, то, чего вы их хотели бы. Вот. Ну, в принципе, в принципе, в принципе, я полагаю, вот, наверное, ну, наверное, так можно вам ответить на то, что вы, ну, на тот вопрос, который вы задаете, да, вот. Я так полагаю, по крайней мере, по крайней мере. Вот. Все, на этом, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, что вы сделаете для себя выводы определенные, определенные данные, вот. И решите, эм, что и как, что и как вам делать дальше. Вот. На этом все. Если понравился вам ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.